Хотел бы представиться, меня зовут Михаил Шерин, я являюсь пастором Церкви Слова Истина в городе Красноярске. И тема конфликтов меня интересовала и интересует до сих пор. Достаточно давно изучаю эту тему и понял одну вещь, что эту тему можно начать изучать, но нельзя закончить изучать. И чем больше я в нее вникаю, чем больше я ее изучаю, тем я больше понимаю, что на самом деле сердце человека, которое является причиной многих и многих конфликтов, оно настолько изобретательное на всякое зло, что всякий раз, когда ты думаешь, что ну все, ты распутал какой-то клубок конфликта или противоречий, ты вдруг понимаешь, что ты еще далеко не находишься на финише. Поэтому то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, оно несомненно является плодом определенных исследований, но в то же самое время я понимаю, что каждый из вас, кто как-то был погружен в эту тему, скорее всего найдет еще не один хороший текст писания, который говорит о конфликтах или какой-то принцип, который возможно мы не рассмотрим здесь на этом семинаре, учитывая, что у нас время тоже достаточно ограничено. Поэтому мы будем стараться двигаться достаточно интенсивно, материала будет в принципе немало, но если у вас появятся какие-то вопросы, я прошу, пожалуйста, где-то их зафиксируйте, и в конце я постараюсь найти время для ответов, так как мы начали на 10 минут позже, хотел сказать, то закончим 10 минут раньше, но нет, скорее всего так не получится, Поэтому вот сейчас совсем немного, и мы начнем. О, отлично. Конфликты в семье. Одна семейная пара пришла к пастору на беседу с грустным выражением лица, отреченно говоря, пастор, достаточно, нажились, мы хотим развестись. Пастор посмотрел на них внимательно и говорит, ну хорошо, развод так развод. Как хотите разводиться, по-мирски или по-библейски? Ну, конечно, по-библейски, какой разговор? Ну тогда становитесь на колени. Ну вот они встали на колени, и пастор говорит, ну давайте, вначале молится муж, потом жена, потом опять муж, потом опять жена, а пастор, а вы что будете делать, а я буду вас разводить. Ну ладно, встали на коленях, муж начал что-то там бормотать, а пастор в своей библиотеке достал самую тяжелую библию и стоит ему по голове, бьет. Бум, бум, бум. Тот не вытерпел, прекратил молитву, начала жена, а пастор к жене подходит, ей по голове библии. Бум, бум, бум. Жена тоже не выдержала, молилась кратко, подошла, очередь мужа, и муж начал получать свою порцию ударов по голове библии. Следующая была жена, и когда пастор подошел к жене с этой мощной библии, она не выдержала и говорит, пастор, что вы делаете? Я вас развожу. И как долго вы нас так будете разводить? Ну, пока смерть не разлучит вас. Конфликты решать непросто. И многие семейные пары, столкнувшись с конфликтами, они, знаете, не имеют механизма, как правильно действовать, как правильно поступать. Но это так же, как и в браке. Мы же ведь вступаем в брак с твердой уверенностью, что с браком-то мы разберемся. Ну что там, ну женились, ну вот живем, вот дети, вот там. Ну что еще надо для брака? Романтика. Жена должна уметь готовить, муж гвоздь стенку прибить. Ну, в принципе, брак дело не хитрое. И вдруг, когда женились, начинают понимать, ничего себе, брак-то это на самом деле все очень серьезно. Так же с конфликтами. Когда люди подходят к этой стадии решения конфликта, поздно хвататься за учебники, изучать тексты писания. В каком плане? Потому что очень часто конфликты связаны с эмоциями. Нас охватывают определенные чувства, переживания. И мы пытаемся, пользуясь, может быть, опытом наших родителей, как у нас в семье решались конфликты, может быть, какими-то собственными знаниями, пытаемся как-то выйти из этой ситуации. И часто у нас не очень хорошо получается. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о конфликтах, будем говорить о методах, которые мы иногда используем, чтобы решать конфликты. Будем смотреть на то, как Писание смотрит вообще на эту тему и какие методы, способы Бог предлагает нам, или что Бог предлагает нам, когда нам нужно решать те или иные конфликты. И, конечно, всякий, кто читал Библию, видел не один конфликт на страницах этой святой книги. С самого начала мы знаем, происходит конфликт между Адамом и Евой во время грехопадения. Помните? Жена, которую ты мне дал, небрежно бросает Адам. Каин и Авель. Каин убивает Авеля, мы помним. Конфликт между Сарой и Агарию. И эти конфликты сопровождают многие-многие библейские истории, потому что причина конфликта – это, прежде всего, греховность человека. И мы с вами посмотрим на некоторые причины конфликтов. Может быть, список не весь, но это такие основные причины, почему мы конфликтуем. Ну, прежде всего, конфликтуем, потому что человек был создан с правом выбора. Это очевидно. Мы живем в нашем окружающем нас мире. И когда рядом с нами, как Евгений приводил иллюстрацию, с комбинзоном сидит или находится еще один человек, то этот человек, он иной, не такой, как мы. Когда мы с женой познакомились, и потом уже поженились, начали жить вместе, я вдруг обнаружил, что она любит, чтобы в спальной комнате было потеплее, а мне нравится, когда градусов 19 не больше. И вот я форточки открываю, она закрывает. И это почва для конфликтов. Мы разные, мы по-разному воспринимаем состояние комфорта. Мы созданы были с правом выбора. И если есть два человека, то уже в самом естестве тут заложен конфликт. Один идет в горку, другой с горки. Одному это нравится, другому не нравится. То есть, благодаря тому, что человеку Бог дал право выбора, выбор одного человека может не понравиться другому. И это не проблема. Более того, как бы сразу забегая чуть-чуть вперед, я хочу сказать, что наличие самого по себе конфликта не является большой проблемой. Большой проблемой является то, как мы решаем конфликты, как мы выходим из конфликтов. Но давайте вернемся к нашим причинам. Вторая причина, она уже более серьезная конфликтов, это то, что человек изменил свою систему жизненных ориентиров. Мы помним, как все начиналось. В книге Бытие написано в первой голове с 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животами, присмыкающимися по земле». То есть мы видим, каков был Божий замысел. Бог, создав семью, мужчину и женщину, сотворил их по образу своему и подобию своему. Мы сейчас не будем рассматривать, что такое образ, что такое подобие, но сам факт, что в человеке было что-то такое, чего не было больше нигде, ни в одном творении. И вот этот образ и подобие Бога, человек, муж и жена, семья, семейная пара, они должны были распространяться по всему лицу земли через то, что они плодились, размножались, ну и таким образом расширялась популяция человека, становилось бы больше семей. И человек, получив от Бога возможность и право владычествовать над творением, благодаря тому, что Бог являлся для них личностью, с которой они постоянно общались, человек, наделенный от Бога необходимыми способностями, мог бы, благодаря этому владычеству, благодаря вот этому влиянию на творение, мог бы являть Божие совершенства. Он бы правил мудро, Он правил бы благочестиво, Он правил бы разумно, и таким образом Божия слава, и она бы распространялась по всему лицу земли. Это то, что запланировал Бог. Но мы знаем, как все продолжилось. И вот мы уже в 3 главе, 4 стиха. «И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Мы помним эту историю, связанную с обольщением женщины, Евы. Адам оказался не намного лучше. И вот змей подходит к Еве, к Адаму с таким предложением, что если вы совершите этот грех, съедите запретный плод, то вы будете, как боги, знающие добро и зло. Другими словами, вы сможете сами определять, что является зло, а что является добром. Мы знаем, что вплоть до этого момента «Бог был тем, кто решал, что является добром, а что является злом». И когда мы читаем книгу «Бытие», первых две главы, мы постоянно сталкиваемся с такой фразой «И увидел Бог, что все хорошо, что все весьма хорошо». Однажды Бог сказал «нехорошо». Помните, в связи с чем, да? Да, конечно, помните. «Нехорошо быть человеку одному». Это у Бога созрел такой план, или это было Божье решение. Это не Адам бегал за Богом, и говорил «Господь, что-то мне так плохо. Ну, пожалуйста, придумай что-нибудь». Вовсе нет. Адам жил среди животных, и когда Бог увидел, что человеку нехорошо быть одному, помните, что он начал делать. Как Бог учил человека. Он не просто подошел к нему и сказал «Адам, что-то все очень плохо в твоей жизни, давай-ка мы тебе жену создадим». Вовсе нет. Он начал подводить ему животных по парам, и он давал им имена. И вот подходит волк, волчица, слон, слониха, и так далее. Все по парам животные подходят, и где-то в этот момент Адам, наверное, призадумался. А до этого было решение Бога, человеку быть одному нехорошо. И он начал наставлять или учить Адама ту истину, которую он хотел до него донести. А потом он его усыпляет, потом берет ребро, создает Еву, и все остальное мы уже помним, знаем. И вот с того момента, как змей искусил Еву и Адама, с этого момента, как человек поддался этому искушению, человек взял на себя ответственность, право самому определять, что для него хорошо, что для него плохо. Уже не Бог являлся тем определителем, уже не Бог показывал человеку и объяснял человеку, что ему хорошо, что плохо, а человек сам взял на себя право и ответственность определять, что же для него хорошо и что для него плохо. Вот интересно, я представляю вот этот момент. Ева и Адам вкушают запретный плод, и в этот момент они рассчитывают, что после того, как они его съедят, они станут как Бог. Вот это предвкушение. Интересно, что они в этот момент думали? А теперь давайте посмотрим, что на самом деле произошло. И увидела жена там, и ела, и дала так же мужу своему, он ел. Мы там этот текст немножко пропустим, потом к нему вернемся. И дальше и открылись глаза у них обоих. И они-то ожидали, и стали они как Бог. А на самом деле и узнали они, что наги сшили смоковные листья. Ожидание было одно, а реальность была другая. Они вдруг увидели, что они уязвимы. Они вдруг увидели, что у них есть проблема. И они начали тут же решать каким-то образом эту проблему. Сшили себе смоковные листья. Так вот, человек изменяет свою систему жизненных ориентиров. И вместо того, чтобы ориентироваться на Бога и на Его Слово, вместо того, чтобы Божье Слово и Его решение было для него руководством в жизни, человек взял сам на себя образы правления, и он теперь сам начинает решать, что для него хорошо, что для него плохо. Библия называет это грехом. Всякий раз, когда человек противится Богу, в его жизнь приходит грех. И поэтому третья причина конфликтов, потому что мы, люди, способны грешить и ошибаться. Очень часто во время конфликтов, когда мы не согласны с женой, я как муж или жена со мной не согласна, мы начинаем доказывать свою правоту с такой позиции, что я-то точно знаю, как нужно. Я точно знаю, что правильно. Я не допускаю себе мысли, что вдруг я не прав, а вдруг я ошибаюсь, а вдруг я что-то не так понимаю. Как-то раз с женой начали разговаривать, я уж не помню, с чем у нас был разговор, и вдруг моя жена мне говорит, в Австралии живут единороги. Я говорю, слушай, единороги, это мифическое животное, ни в Австралии, ни в Новой Зеландии, они не живут. Она быть не может, лезет в интернет. Как вы думаете, что у меня в сердце? Ты мне что, не доверяешь? Ты что, не доверяешь? Просто поверь, что муж хотя бы этот вопрос знает. Какие-то не знают, но этот, наверное, может знать. Она в Google окей, там, в общем, искала эти единороги. В конечном итоге, я расстроенный, значит, ушел заниматься своими делами, через некоторое время она подходит. Надо же, никогда не думал, что единорогов не существует. И вот у меня внутри так хорошо, так приятно, а я же тебе говорил, но я же тебе говорил. И понимаете, и в данной ситуации и она, и я, каждый был уверен в своем. Понимаете? Мы не допускали, я не допускал возможности, что я могу быть в чем-то неправ, и она не допускала такой возможности, что она будет в чем-то неправа. И во время конфликтов очень часто мы стоим на своем. Мы думаем, что сейчас я делаю все правильно. Так вот, одна из причин конфликтов заключается в том, что мы забываем, что мы способны грешить, мы способны неправильно воспринимать реальность, даже если все факты, как нам кажется, говорят в пользу нас. Я какие-то моменты пропускаю, есть тексты, писания, на самые важные, буду обращать внимание, но просто надо чуть быстрее нам пройти этот материал. Следующий момент, четвертый, в связи с тем, что человек стал таким вот способным к ошибкам и к совершению грехов, человек также стал заложником собственных желаний. У человека появились желания. Давайте опять вернемся к истории Адама и Евы, третья глава Бытье, и посмотрим, как все это происходило. Написано, «И увидела жена, что дерево хорошо». Она сделала оценку, ей оно понравилось. Дальше, и приятно для глаз. И это понятно, что у нее появляется определенное желание и дальше, и вожделенно. Оно не просто хорошо, оно не просто приятно для глаз. Но мне хочется от этого дерева плод попробовать. У меня появляется желание, у меня появляется вожделение. С тех пор, очень часто в жизни человека, его желание, его вожделение становится руководством к действию. Наши, как я их называю, хотюнчики, часто нас подводят. Они очень часто заставляют нас, или вот эти наши желания, вступать в различные конфликты. Иакова, 4 глава, с первого стиха написано так. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Смотрите, у нас есть вожделение, как бы то, что у нас есть желание, это не такая большая проблема, мы все в чем-то нуждаемся, у нас есть определенные желания, но эти желания становятся не просто желаниями, они становятся вожделением. Как думаете, чем вожделение от желания отличается? желания, желания, которое руководит, которое взяло вверх надо мной, да? И дальше написано, что от вожделений ваших, и эти вожделения что делают? Они воюют в членах наших, они ведут определенные военные действия, у них есть определенная тактика, как добиться своего. И вот мы уже разрабатываем план, как нам доказать свое, как нам выиграть в этом споре, как нам склонить нашего соперника на нашу сторону, потому что наши вожделения они воюют. И что для этого мы используем? А тут написано, желаете и не имеете, желания наши не помогают нам, вожделения тоже. И начинаются различные грехи, при помощи которых мы пытаемся добиться своего, потому что эти вожделения, они греховные, это не то, что Бог задумал, и поэтому мы способны ради того, чтобы достигнуть своих желаний, использовать даже какие-то греховные методы. И здесь написано, желаете и не умеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, это не помогает. Различные грехи не помогают нам достигнуть желаемого. Дальше, прибираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Есть разное понимание, кто у кого должен просить, одно из них это возможно в молитве, иногда мы даже Бога включаем в нашу войну и пытаемся упросить Его, Господи, помоги мне вот как бы решить эту ситуацию, эту проблему. А почему мы включаем Бога в нашу армию? Потому что нам хочется победить в этой войне. И дальше написано, просите, не получаете, потому что Бог в наши игры не играет, правда? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. поэтому с тех самых пор вот эти желания, которые и обладали Евой, эти же самые желания, наши вот эти эмоции, они являются как неким таким превалирующим фактором, как что-то, что постоянно присутствует в нашей жизни. Посмотрите вот на эту картину, художник такой, да? Вот чтобы он не рисовал, там везде есть гора, ну или рок вот этот. На что бы он не смотрел, у него всегда это вот прям по курсу его, да? Каким бы образом мы не разговаривали с нашими ближними, если мы не находимся в подчинении Бога, наши желания не вот здесь вот. И если наши желания кто-то попытается поколебать, то мы за них будем сильно бороться, мы будем за них сильно бороться. И только если человек способен таким образом вести с нами диалог, что будет учитывать наши желания, а лучше он их еще и подогреет или как-то их почтит наши желания, вот с таким человеком мы способны и дружить, и любить его и так далее. Так поступает греховная сущность человека. Очень часто люди по этой причине женятся и выходят замуж. Разве не так? Когда юноша ощущает на себе заботы прекрасной девушки, когда она звонит ему периодически, сейчас, наверное, уже больше по различным социальным сетям общается, когда спрашивают, как твои дела, слушай, ну надо же, она как-то переживает о тебе, и ты понимаешь, мне приятно, правда? Ну, конечно, приятно. когда юноша ведет девушку в кафе, кормит ее вкусными пироженами, восхищается ее красотой, и она чувствует себя на седьмом небе отчасти, потому что ее подняли на такой пьедестал, что она просто расцвела, она вся улыбается, она вся счастливая, он смог сделать ее счастливой, он никогда ни одного грубого слова мне не скажет, а он и не будет говорить, он же рекламную компанию включил, ему надо понравиться, и он делает все, чтобы покорить свою возлюбленную, и вот после нескольких, может быть, недель или месяцев такого обворожительного счастья, когда он задает вопрос, ну что, согласна быть моей женой, она говорит, да, чему она говорит, да, она говорит, я согласна всю жизнь, чтобы ты так обо мне думал, заботился, восхищался мной, ну в общем, чтобы ты мои желания лелеял, чтобы ты повышал мою самооценку, я согласна, а парень говорит, да, почему, да, потому что она вкусно готовит, потому что она симпатичная, когда он с ней прогуливается по городу, у него чувство значимости повышается, потому что пусть все увидят, какая у меня красивая девушка, ну и так далее, мы знаем, как это работает, наши чувства начинают нами руководить, с подобными явлениями, с подобными явлениями встречался Христос, когда он жил здесь на этой земле, и апостол Павел, когда, ну если посланник евреям написал апостол Павел, для нас сейчас не это важно, в пятой главе послания евреям пишет такие слова, давайте посмотрим восьмой стих, написано, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, интересно, что несмотря на то, что Христос был сыном, он приобрел определенный опыт, которого у него не было, и что этот за опыт, от вечности до этого момента, пока Христос пришел в этот мир, еще не было такой ситуации, когда бы Христос в страданиях находясь, продолжал слушаться Бога, такого опыта у него не было, и только когда он пришел сюда, на эту греховную землю, он подвергался различным страданиям, искушениям, и находясь под этим давлением, когда его человеческие чувства могли говорить все, что угодно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я, а как ты хочешь, когда его человеческие чувства могли говорить все, что угодно, в этот самый момент он подчинялся, безусловно, подчинялся небесному Отцу, и вот интересно, дальше апостол Павел или автор этого послания пишет, об этом стоило бы нам говорить много, но трудно столковать, потому что вы сделали неспособны слушать, он говорит о том, что сделал Христос, о его совершенстве, мы могли бы говорить очень много, но вы не способны слушать, почему? У них уши закрытые, они страдают, может быть, со слухом, конечно же нет, то есть со слухом все нормально, они способны слышать, но они не способны то, что услышали, переваривать и в свою жизнь воплощать, вы не способны слушать, вы слышите, Вы слушаете, но не слышите. И дальше он говорит, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями. То есть так много вы уже прожили в христианской жизни, так много вы чего уже слышали. Ну так, на всякий случай, как думаете, как много они уже слышали эту весть? 15-20 лет? 30? Чуть-чуть поменьше, правда? Многие из нас намного больше верующие, чем получатели послания к евреям. Так вот он говорит, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущий в Слове Правде, потому что он младенец. Что значит он младенец? Он не способен пережевывать и применять, принимать и применять серьезные истины Божьего Слова. Он говорит, вы не способны это слушать. И дальше он объясняет, в чем их младенчество. Смотрите, твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Вот люди более взрослые, более совершенные, у них чувства, их чувства, их эмоции, они находятся под таким надзором, под влиянием, под воздействием навыков. Эти навыки выработаны у них в результате христианской жизни в том, чтобы различать, что добро и что такое зло, и поступать правильно. У совершенных людей или у людей взрослых, духовно взрослых людей, не чувства руководят ими. Хотя чувства могут говорить все, что угодно. Чувства могут говорить, я этого бы не хочу. На малую группу я сегодня не пойду. Почему? Не хочу. Почему? Устал. Библию читать сегодня не буду. Почему? Спать хочу. Молиться? Не этот раз. Почему? Ну, что-то как-то вот... Ну, Господь, ты же все понимаешь. Ну, желание особого. Ну, просто устал. Ну, Господи, ты понимаешь. И Он говорит, у совершенных людей или у людей взрослых, у них чувства вот эти, которые ими пытаются руководить, они находятся под воздействием и под влиянием навыков. Навыков каких? К развлечению добра и зла. Люди духовно взрослые, они умеют брать свои нежелания и смирять их под воздействием Божьей благодати и поступать так, как учит Бог. Это так, как жил Христос, правда? Правда, здесь написано, Он страданиями, навык к послушанию. Он получил вот этот опыт, находясь в страданиях, слушаться Бога, вне зависимости от чувств. И вот наши чувства, они нами начинают руководить, они начинают нами править, они начинают так или иначе влиять на нас. И вот уже мы не в состоянии вытерпить и говорить, ну все, ну хватит, ну сколько можно. Я тебе уже сколько раз говорил, муж дорогой, сколько раз тебе говорите, не бросай носки, где попало, правда? А дорогой муж никак не может запомнить, куда нужно положить эти вещи. И я иногда подхожу к шкафу, где наша одежда, и жена говорит, возьми там постельное белье. Я подхожу, открываю, где? Ну просто там его точно нет. Вот пересмотрел все полки, вот нету даже намека на это. Я говорю, ты, наверное, не положила после стирки, где-то в глажке лежит. Я положила сегодня утром, тут его точно нет. Жена подходит, через 10 секунд постельное белье у меня на руках. Где? И если в этот момент она отнесется к этому с юмором, это будет одна картина. Но если ее чувство, вот это раздражение, оно станет для нее доминантом, то, наверное, у нас начнется небольшой конфликт. Так вот, причины наших конфликтов заключаются в том, что нередко наши греховные чувства, наши желания становятся неким руководством к тем решениям, которые мы принимаем. Поговорив о причинах конфликтов, мы с вами поговорим также и о опасностях, и о возможностях, которые заложены в конфликтах. Но давайте вначале дадим определение конфликта. Что же мы называем конфликтом? Конфликт – это различие во мнениях, желаниях и целях с другим человеком, которые мешают тебе достигнуть вашей цели, и тем самым тебя раздражают. То есть у тебя есть цель, ты пришел с работы, тебе хочется посидеть на диване, посмотреть хоккей, ну или футбол, я не знаю кому как. И в принципе до тех пор, пока жена не отправляет тебя на кухню чистить картошку, тебя никак не волнует идея, что может быть сегодня поужинаем, там не знаю, сделаем, пожарим картошку, там еще с чем-то. Да-да-да, милая, конечно, не проблема. Цель понятная – пожарить картошку, чтобы мы вместе покушали. И пока это не пересекается с моим интересом посмотреть футбол, проблем нет. Но как только она говорит, иди почисть картошку, а вот здесь уже у нас цели разные. Моя цель – посмотреть футбол, отдохнуть, ее цель – приготовить ужин. И здесь, если я, несмотря на то, что у меня есть желание, я встаю и иду чистить картошку, конфликта нет. Нет, но когда мне мешают достигнуть моей цели и тем самым меня раздражают, я начинаю говорить, слушай, а давай я здесь прямо перед телевизором посижу и почищу картошку. Она говорит, нет, здесь не пойдет, ты же знаешь, у нас есть правила, чему ты детей учишь. Ну дети у себя там играют в комнате, но это неправильно. То есть как только я начинаю раздражаться от самого осознания, что меня каким-то образом подрезают в мои цели, у меня начинается конфликт. Вот что такое конфликт. Кстати, вопрос, кто-нибудь знает китайский язык? Ну на всякий случай. Ну вдруг кто-то знает. Ну если не знаете, мы сейчас немножко о китайском поговорим. Опасности и возможности конфликтов. В китайском языке есть такой иероглиф, который означает или является символом кризиса. Этот иероглиф состоит как бы, или вот этот символ состоит как бы из двух иероглифов. Один вэй, а другой дзин. Но это не запоминайте, в смысле, все равно в этом нет, но просто саму идею поймаете. И два этих иероглифа, один иероглиф означает опасность, а другой иероглиф обозначает возможность. Но вместе это китайский символ кризиса. Немного об этом. Итак, первая часть этого символа, или первый иероглиф это вэй. Этот иероглиф переводится или обозначается такими определениями, как опасность или опасное положение, угроза, какой-то вред, беда, гибель или даже смерть. То есть кризис может до добра не довести и закончится все самым плохим образом. То есть когда наступает какой-то кризис, то он может привести всю эту ситуацию к какому-то серьезной проблеме. Это одно обозначение этого иероглифа. Но китайцы на этом не заканчивают, продолжают дальше. Он также означает наклон, обрыв, крутизна, круча, искривление, кривизна. То есть во время кризиса все катится с горки. И вот знаете, конфликт это тоже кризис. И вот когда мы начинаем конфликтовать, у нас нет ощущения, что сейчас что-то будет. Правда? Мы просто сказали слово, мы просто поправили. Мы просто захотели уточнить. Мы просто пытались объяснить. Мы просто пытались доказать. Он просто хам невыносимый. Правда? И вот все как будто с горочки. Вначале все начиналось как будто бы неплохо. Мы просто начали выяснять ситуацию. Но потом как будто бы крутизна становится все больше и больше. И чем дальше мы разгоняемся, тем труднее остановиться. Такова суть конфликта. Чем больше конфликт царствует в наших отношениях, тем нам сложнее остановиться. Тем больше инструментов используем мы для того, чтобы победить. Также дальше китайцы продолжают. Вот этот иероглиф вэй. Он также обозначает прямой или честный. То есть во время кризиса все выходит наружу. Все становится таким, каким оно есть на самом деле. Ну здесь я бы как бы не совсем с ними согласился. Почему? Потому что нередко так происходит, что когда идет конфликт, мы начинаем говорить какие-то вещи, которые мы так не думаем. Мы так не желаем. На самом деле мы так не... У нас нет такого отношения к тому человеку, которого мы любим. Но проблема в том, что себя мы любим больше. И когда мы конфликтуем, нам так хочется победить, что мы иногда используем такие оружия или такие инструменты для победы, за которые нам потом будет стыдно. Мы может быть используем какие-то такие резкие слова. Мы может быть начинаем говорить, ты никогда меня не слушалась. Ты всегда так поступаешь. Ну если подумать, так не происходит всегда. И если подумать, то никогда так... Ну нельзя сказать, что никогда меня не слушалось. Но в момент кризиса или конфликта мы используем очень резкие слова. И причина, почему мы используем эти слова, потому что нам хочется просто победить. Как однажды один брат рассказывал, говорит, с женой перепалка у них идет. И вот в момент перепалки он говорит, я вдруг слышу, с моего языка вылетает такая фраза. А я как будто со стороны слушаю и в шоке от того, что я слышу. А фраза такая. Пожалуйста, не поступай со мной так. Ты своими действиями, своими словами просто вышвыриваешь меня из нашей семьи. Знай, меня быстро подберут, а ты так и останешься жить одной. И говорит, и я не понимаю. Это я так сейчас сказал? Она говорит, заплакала, пошла, закрылась. А я сижу в шоке и думаю, что произошло? Как это возможно? Поэтому нельзя сказать, что это всегда истинно, но часто так происходит. Следующий иероглиф более позитивный. Цзи. Он обозначает следующий момент, переломный момент, сущность события. Таким образом, кризис при правильном его развитии, при том, что люди, которые испытывают это состояние, если они будут реагировать на эту ситуацию правильно, то возможно даже некое развитие, возможно даже это принесет определенную пользу. Мы все помним книгу Деяния 6 главу, там произошел кризис, и апостолы приняли верное решение, и в результате церковь стала еще больше расти и развиваться. Такое тоже бывает, что кризис показывает, что в наших отношениях есть какая-то проблема. И если эту проблему решить, то наши отношения станут только крепче. Также они определяют этот иероглиф как начало, явление, предвестник или признак. То есть это все об этом же. Или удобный случай, важный подходящий момент. То есть кризисам нужно научиться, или конфликтам нужно научиться правильно пользоваться. То есть конфликтовать в любом случае мы будем всегда. Мне всегда, как всегда, ну меня удивляли люди, которые говорили так, мы 20 лет в браке, и мы ни разу, ни разу не ссорились. Я не всегда верю в такие заявления. Ну вот я не знаю, может это какие-то ангелы, которые живут здесь на земле. Может быть они иногда и случаются. А часто бывает по-другому. Просто один доминант в семье, а жена, ну как правило это жена, она просто со всем соглашается. Но делает все по-своему. Создают видимость, что абсолютно все супер, идеально, никогда не перечит, но делает все по-своему. Так тоже иногда происходит. Поэтому нельзя сказать, что проживя в греховных телах, сколько бы то лет мы не прожили, мы бы никогда не ссорились, не спорили. Это происходит. Но важно правильно реагировать на различные подобные ситуации. Некоторые задают такой вопрос. Ну хорошо, обязательно ли конфликт как-то разрешается? Но ведь можно его просто перетерпеть. Ведь в Писании написано, там, любовь все покрывает. И иногда это выход. Иногда выход не разбираться, а просто помолиться, сказать, Господи, благослови нас. Прости, мы вот тут поссорились и не можем выйти из этой ситуации. Но мы же любим друг друга, поэтому пусть эта ситуация больше никогда не повторится. И все, и как будто никогда этого не было. Иногда это выход. Но вот на что я обращу ваше внимание. В Евангелии от Матфея написано, что есть люди, которые строят дом свой на песке, а есть люди, которые строят дом свой на камне. Кто такие люди, которые строят дом свой на камне? Это кто? Камень это что? Христос. Ну, мы же помним песню. Построй свой дом на камне на Христе. Правда? Просто текст, который мы приводим, он говорит что-то другое. Итак, всякого, кто слушает слова Моисе и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Если человек, читая Писание, применяет его в своей жизни, если он опирает всю свою жизнь на Слово Божие, он строит на камне. Если человек слушает слово, но это слово никак на него не вляет, он строит дом на песке. Однажды этот дом упадет, то есть однажды его вера, она будет очень серьезным образом испытана, и она может не вытерпеть вот этого испытания, не выдержать этого испытания. Что такое конфликт? Конфликт это некая проверка, на чем я строю свой дом. И если я вдруг обнаружил, что под моим домом недостаточно фундамента или основания, он не очень надежный и прочный, это хорошая возможность подлить фундамент для того, чтобы тогда, когда придет настоящая буря или настоящий дождь, ливень, этот дом устоял. Поэтому иногда Бог позволяет конфликтам случаться в нашей жизни для того, чтобы укрепить нашу жизнь, укрепить наши отношения. И если мы правильно реагируем на конфликт, то наша семья станет просто крепче, и это большое благословение. Если мы неправильно реагируем, то у нас будут проблемы. Итак, мы с вами поговорили о причинах конфликтов, поговорили об опасностях и возможностях конфликтов. Давайте поговорим немного о методах разрешения конфликтов. Существует два основных метода разрешения конфликтов. Я сейчас скажу два неправильных метода разрешения конфликтов, потом мы поговорим о правильном. Есть пассивный метод разрешения конфликта и агрессивный метод разрешения конфликта. Начнем с пассивного. Пассивный метод разрешения конфликта Начинается с недовольства Человек чем-то недоволен То есть Позвонила жена мужу Когда будешь дома Когда мне ужин греть Он говорит, что через минут 40 буду дома Она знает, что через 40 не придет Но через час точно придет Поэтому через час ставит На плиту ужин или в духовку Начинает греть Ужин уже согрет, потом остыл Потом еще раз согрели Потом покушали вместе с детьми А потом муж уже пришел Ну и жена недовольно высказывает мужу Ты же сказал, что ты будешь Прости, я там задержался, мог бы позвонить Ну в принципе ситуация бы на этом и закончилась Но ей так хочется, чтобы муж Сказал, слушай, прости меня Я великий грешник, больше никогда Такого не повторится Что значит никогда, а вчера что было И вот продолжает Вот это недовольство При этом это недовольство может быть явно и не выражено Оно может быть просто выражено в том Что жена просто молча поставила ему холодную тарелку Перед его носом и говорит Ешь и ушла, все А в сердце она весь этот диалог провела Без него И вот это такой пассивный метр разрешения конфликта Внутри недовольство Ну побурчало немножко и ушла Это первый шаг Вот эта горочка, она началась Помните, да? Помните в книге притчи 25-24 написано Лучше жить в углу на кровле Нежели со сварливой женой в пространном доме Теперь вы знаете, почему Карлсон жил на крыше, правда? Лучше жить на кровле Чем со сварливой женой в пространном доме Дальше продолжение этой горки Это раздражение То есть если вот это недовольство оставить в сердце Оно совьет вот это гнездо недовольства У тебя будет сложено определенное отношение уже Может быть не на всю оставшуюся жизнь Но на весь вечер вполне возможно И поэтому даже если в следующий раз муж или жена Что-то сделает Это вообще не связано с той ситуацией Которая только что была Что-то совсем другое И тебе уже это будет не нравиться И это будет не нравиться И другое Почему? В сердце недовольство по отношению к человеку В принципе И ты начинаешь каким-то образом на все это реагировать Раздражение Написано Не враждуй на брата твоего в сердце твоем Обличи ближнего твоего И не понесешь за него греха Иногда мы враждуем друг против друга в сердце нашем Тем самым вынашивая вот эти вот недовольства Как-то раз я опаздывая домой к ужину Я многие истории с нашей жизнью рассказываю Поэтому имейте в виду Опаздывая к ужину домой Я звоню жене, чтобы объяснить Сказать, что я опаздываю И в ответ она мне там начинает рассказывать Как плохо я поступил, что не приехал вовремя Что детей она спать укладывает одна Ну и так далее То есть это для нее переживание И для меня тоже Но ситуация так сложилась Что по-другому нельзя было поступить Я ей пытаюсь это объяснить Она этого объяснения не принимает И в общем по телефону мы с ней так поговорили Мило, да Я положил трубку и еду домой И у меня в голове начинает рождаться мысль Думаю, ну сейчас домой приду Мне жена скажет Ну вот ты что так поступил А я ей говорю, а вот так А она мне говорит так А я говорю, а подожди, а помнишь ты в прошлый раз так И все И я план нашего разговора составил И еду домой подготовленный к разговору Понимаете, да? И вдруг внутренний такой голос От Бога, наверное Ну что, вооружился? К битве готов? Арсенал пополнил? Молодец! Я говорю, Господи, прости Там зашел, купил цветы Купил конфеты Прихожу, знаете Все проблемы решаются Конфетами и цветами Особенно цветами Все проблемы решаются Я не знаю, в чем их такое особое действие Но почему-то Цветы намного легче решают конфликты Чем мое пространное объяснение Почему я не мог поступить по-другому Не враждуй в сердце своем Не копи Бомбы словесные И гранаты Которым ты готов забросать человека Не враждуй Раздражение Дальше Раздражение перерастает В обиду Обида часто перерастает В жалобу Знаете, что происходит? Помните, когда мы смотрели Слайд с конфликтами Там была такая картинка Наверняка Не все ее запомнили Перетягивание каната Один с одной стороны Там одна группа Другая с другой стороны Вот это сущность конфликта Нам хочется, чтобы канат Перешел на нашу сторону И поэтому мы начинаем Усердно Искать, кто бы мог нам Посочувствовать Мы начинаем искать того Кто бы мог бы встать на нашу сторону Нам недостаточно раздражения Недостаточно обид Мы начинаем жаловаться Мы начинаем говорить О наших каких-то обидах Другим людям Иногда это мама Иногда это подруги Иногда это наши друзья И мы начинаем Как бы искать сочувствие Для чего? Для того, чтобы усилить нашу позицию Мы все еще враждуем С нашим оппонентом С мужем или женой И поэтому Когда мы рассказываем Нашим друзьям За кружечкой кофе О том Как мне сложно Вчера было Вечером Жена меня Просто мозги все вынесла И чего мы ожидаем Да ты чего? Ничего себе Ну да Слушай, ну братишка Держись, крепись И он раз нам за спину встал И за наш канат схватился То есть мы раз Пожаловались Нашли сочувствие Сопереживание Поддержку Мы же идем Не к тем Кто может нам честно сказать Слушай, дружище А чего ты хотел Ты вместо того Чтобы покаяться Вместо того Чтобы сказать Слушай, прости Я так больше не буду И стараться так не делать Вместо этого Ты раз за разом Там опаздываешь домой К примеру А что ты хотел? Мы не к этому идем Человеку, правда? Мы же ищем Сочувствие Сопереживание Хорошего друга Который бы мог Встать на нашу сторону И подтянуть Этот канат Жалобы Там история Ави Солома Как он жаловался На Давида Помните И дальше После жалоб Иногда идет Изоляция Люди, которые Пассивным образом Решают конфликт Они просто Перестают разговаривать И все Или То на день По три по четыре раза Позвонят А потом Перестают вообще звонить Ну вот будешь знать Я обиделась Или я обиделся И все И просто Между людьми Такая стена Все больше Больше И больше Изоляция И изоляция Следующая стадия Изоляции Это когда Просто все Разрушается Это уже На самом Конце Это может быть Что угодно Либо Потихоньку У нас не так давно Одна Семья Была разрушена Когда жена Просто забрала Детей И уехала Помните Может быть Историю Не очень хорошую Я ее читал Не знаю Насколько она Абсолютно точная Но приблизительно Так она была Развод Чарльза Стэнли Известного Баптистского Пастора И проповедника Когда он Пришел домой На кровати Лежала Записка Ну вот И спи со своим Компьютером И жены Просто нет Она просто Самоликвидировалась Она просто Ушла Это Пассивный способ Решения конфликта Некоторые люди Доходят до Самоубийства Может быть Тоже читали Не так давно В Америке Закончил жизнь Самоубийством Пастор одной Мега церкви Это Пассивный метод Решения конфликта Когда человек Просто Ликвидирует себя Потому что Не в силах Больше Терпеть Давление И мы Такой Какой ты Бедный Знаете Ну не готов Прям на всех Ставить клеймо Но я считаю Что это Высшая форма Проявления Эгоизма Высшая форма Проявления Жалости К себе Мне настолько Горько Мне настолько Жалко Что лучше Мне Больше не жить Потому что Так все Уже Достало И человек Принимает Такое решение Есть также Агрессивный метод Решения конфликтов Он немножко Похож на В чем-то Похож на Пассивный метод Но тем не менее В агрессивном методе Решения конфликтов Все начинается С выраженного Раздражения То есть там Ты не будешь Догадываться Почему ты замолчала Или почему ты замолчал Там сразу С первой секунды Будет все понятно Жена в ярости А просто все Выдала И все Это как бы Такой метод Решения конфликта Писание написано Перестань гневаться И оставь ярость Не ревнуй до того Чтобы делать зло Иногда человек Настолько ревнует За правильность Чтобы постель Была заправлена И идеально Чтобы Ботинки стояли Именно в этой ячейке Вот настолько Все должно быть Идеально правильно Что ради этого Идеала Способно на Большой-большой Конфликт Говорит Не ревнуй до того Чтобы делать зло Следующее Это требование Своего То есть Это не просто ярость Как говорится Прокричалась Да и все Нет Будет требовать Дальше человек Муж Жена Требовать Я сказал Кто здесь Муж Кто здесь Глава Пока не подчинишься Пока ты не покаешься Пока Ты не признаешь Я больше Вот этого делать не буду То есть Требования Своего Следующий Шаг Это Возможно Даже злословие Помните Этот самый канат Мы себе За спину Закидываем Различные Факторы Которые бы Сделали наши Аргументы Более серьезно И поэтому Мы используем Крик Почему мы кричим Нам кажется Что это будет Более убедительно Звучать Наша позиция Будет более сильная Если я покажу Насколько я разгневан Почему мы требуем Своего Почему некоторые Допускают В момент Вот этой Ссоры Или крика Почему допускают Слова Которые в обычной Жизни Не говорят Вот эти Все возможные Там дураки Прочее Прочее Сам дурак И вот эти все Слова Они Просто от того Что тебе так сильно Хочется Что было по твоему Что ты способен И эти слова Включать В свою армию Чтобы победить В конфликте Следующее Это шантаж Если ты еще раз Так поступишь Что я Помните Когда Люди Иудеи Хотели распять Христа То они Кричали Пилату Если отпустишь его Ты не друг Кесарю Это шантаж И очень часто В агрессивной Модели Разрешения Конфликта Шантаж Является Одними средств Для того Чтобы В конечном итоге Победить И Бывает так Что это Срабатывает И тогда И тогда Человек Торжествует Вот видишь И знает Поставил себе Крестик Калочку Это одно Из эффективных Оружий В борьбе В победе Дальше Физическое Воздействие Я думаю Мы не готовы С вами По серьезному Говорить На тему Физического Эмоционального Насилия В семье Но практика Душепопечения Показывает Что такое К сожалению Тоже случается Такое Случается Когда Мужья Поднимают Руки На своих Жен Такое Случается Когда У них Кончаются Аргументы И они Понимают Что они Сильные Достаточно Сильные Поэтому Просто Способны Может быть Даже Не ударить А силой Посадить Жену В кресло И Нависая Над ней Просто Кричать И говорить Послушай Меня Ты Женщина Это Это Физическое Эмоциональное Насилие Является Грехом В глазах Бога И Это Не то Что Бог Усмотрел В вопросе Брака И это Тоже Агрессивный Метод Как бы Разрешения Конфликта Ну и Наконец Последнее Это Убийство Это Когда Человек Говорит Все равно Будет По-моему И Принимает Решение Если Человек Гордый Но Слабый Принимает Решение Все равно Будет По-моему И Уходит Весь Жизни То Человек Гордый Но Сильный Принимает Решение Все равно Будет По-моему И Устраняет Своего Противника Но Мы Это Никогда Не Убиваем И Понимаем Правда Но Хотя В Библии Написано Что Если Мы Если Мы Напрасно Гневаемся На Брата То Мы Как Человек Убийца А Иногда Мы Знаете Как Убиваем Мы Ставим Точку Мы Говорим Я Сказал Будет Вот Так И Все И Попробуй Шаг Влево Шаг Вправо Вот Так Будет И Никак Иначе Делай Что Хочешь Будет Только Так И Никак Иначе И Мы Как Будто Нажимаем На Курок И Все До Свидания Аргументы На Закончены Разговор Закончен Будет Так Как Я Сказал Всякий Ненавидящий Брата Своего Я Бо Сказал Всякий Кто Поступает Как Ненавидящий Жену Свою Либо Мужа Своего Есть Человек Убийца И Вы Знаете Что Никакой Человек Убийца Не И Вечный В нем Пребывающий Итак Мы Поговорили О методах Разрешения Конфликтов Мы Поговорили Это неправильный метод Разрешения Конфликтов Давайте теперь Поговорим О миротворчестве Так Как же Нам Правильно Решать Конфликты Как Нам Реагировать Правильно На конфликты Итак Миротворчество Миротворчество Я Связываю С четырьмя И То есть Если вы Хотите Быть Миротворцем Помните Написано Блаженны Миротворцы Ибо Что там Дальше Ибо Они Будут наречены Сынами Божьими Иисус Христос Является Миротворцем Иисус Христос Пришел Чтобы Совершить Сотворить Этот мир Между Греховным Человечеством И греховным Человеком И святым Праведным Богом И мы Когда Творим Мир Мы Когда Совершаем Мир Мы Становимся Похожими На Иисуса Христа В это Лето Мы ездили В отпуск И там Я встретился С одним Братом Который Сказал Фразу Которая Я Так Она Сделала Весь Мой Отпуск То есть Это Фраза Которую Я много Думал До сих Пор Думаю И она Достаточно Глубокая И Такая Практичная Он Сказал Такую Вещь В этом В этом Греховном Мир Праведники Должны Платить Платить Цену За Нечестивых Людей В этом Греховном Мире Праведники Должны Платить Цену За Нечестивых Людей Потому Что Так Поступил Христос Так Часто Бывает Когда Какой-то Человек В семье Грешит Своим Неправильным Нехристианским Поведением Его Я Его Хотюнчики Или его Желания Вышли на Первое Место То Должен Кто-то Кто Должен Взять На себя Роль Вот Этого Праведника Чтобы Заплатить Цену За Грехи Другого Человека А Это Значит Стерпеть А Это Значит Молиться Это Значит Стараться Реагировать По слову Божьему А это Значит Платить Цену Мира Платить Цену Того Чтобы Ситуация Была Разрешена Так Вот Миротворчество Ну Давайте Пройдемся По каждому Из этих Пунктов Прежде Всего Ищите Божьей Славы Мы Уже Много Слышали На этой Конференции Не только На ней Что Человек Был Создан Для того Чтобы Славить Бога Мы Были Созданы Как люди Которые Должны Поклоняться Богу И В поклонении Богу В прославлении Бога Мы находим Высшее Удовольствие Своей Жизни Один из Моих Любимых Текстов Священного Писания Псалом 15 Там написано Полнота Поклоняем ли мы Богу в решении разных вопросов, в том числе и конфликтов, или нет. В послании к Колоссянам 3.17 написано, «И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Все наши слова и все наши дела, они должны быть пропитаны поклонением Богу. Они должны быть пропитаны нашим чувством признания Божьего господства в нашей жизни, и полноты Его благодати, которая достаточна для жизни, для благочестия, которая достаточна для того, чтобы чувствовать себя вполне счастливыми и довольными. В послании к Ефесиным в 1 главе есть такой удивительный стих с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Смотрите, что делает Бог? Он принимает решение, что некоторые люди, ну, скажем, я думаю, все сидящие здесь, как бы нас ни звали, Светлана, Николай, Татьяна, Сергей и так далее, каждый сидящий здесь, он однажды достигнет вот этой цели. И эта цель какая? Чтобы мы были святы и непорочны. У Бога была цель сделать нас святыми и непорочными. И эту цель Он поставил перед собой, прежде создания мира. А потом начинает Он творить мир. И Он помещает нас в такие условия, где бы эта цель была достигнута наилучшим образом. Конечно, мы можем много сейчас говорить на тему, где же пересекается Божья воля и человеческая воля. Но я хотел бы просто обратить ваше внимание и свое внимание вот на что. То, что вы живете сейчас с тем мужем, который у вас есть, или с той женой, которая у вас есть, это не случайно. То, что мы живем в 21 веке, в 2019 году, то, что мы живем в том городе, где мы живем, ходим в ту церковь, в которую мы ходим. У нас те члены церкви, которые есть, и тот пастор, который есть. Все это не случайно. Это не тот момент, когда Бог просто создал, сотворил этот мир, нас создал, сотворил, отправил и смотрит. Ну интересно, как же вы теперь жить-то будете? Вот вам еще 10 заповедей вдогонку. Бог очень участливо и проявляет все участие в нашей жизни. Он не бездействует, Он действует. Он совершает свой труд. И ту цель, которую Он поставил, чтобы мы были святы, непорочны, она будет достигнута. И Он совершает свой труд через Иисуса Христа, через Его благодать. И эта благодать, когда мы приняли ее, она начинает формировать нас, нашу жизнь, наш характер. Он окружает нас разными людьми, разными обстоятельствами жизни. И если для достижения Божьей цели, чтобы мы были святы, непорочны пред Богом, если для этого нам нужно будет пройти через какое-то переживание, скорбь, если для этого нам нужно будет немножко, чтобы наш характер, так вот скажем, обтесался, чтобы он отшлифовался, то Бог пошлет нам того, кто будет это делать. Правда? Он даст нам самую лучшую жену, Он даст нам самого лучшего мужа, который будет достигать этих целей Божьих, через которую Бог будет совершать свой труд в нашей жизни. И поэтому всякий раз, когда та или иная проблема, тот или иной конфликт приходит в нашу жизнь, задайте себе вопрос, как я сейчас прославляю через этот конфликт Бога? Как мне сейчас через эту ситуацию прославить Бога? Не себя и свои чувства защитить, не на своем настоять, а как Бог будет прославлен сейчас в этой ситуации? У меня были разные моменты, когда Бог по-разному меня учил. Однажды это было особо таким ярким способом. Создается ситуация, когда у нас начинается конфликт, жена мне что-то говорит одно, второе, третье, я все героически, стоически почти принимаю, молчу, но внутри у меня вот это вот все, маховик раскручивается, раскручивается, раскручивается. Думаю, только бы она замолчала сейчас, потому что сейчас я скоро начну говорить, а этого не хочу, потому что понимаю, что-то неправильно сейчас будет. А она продолжает говорить, еще усиливает аргументы свои. И в этот момент, когда я уже набрал полные легкие воздуха, чтобы начать свой громкий монолог, в этот момент как-то так произошло, что Бог на какой-то момент вдруг показал мне через мою жену, через ее образ, через ее лицо, лик Христа. Я не говорю, что это видение было, вовсе нет. Это тот самый момент, когда Бог говорит, все, что вы делаете, все делаете как для Христа, словом или делом. И вдруг в этот момент, ну что, ты Христу готов это все сказать? И я осекся. У меня все слова кончились, все эмоции кончились. Я просто понял, Господи, что я сейчас делаю, для чего я сейчас все это хочу сделать. В каждой нашей ситуации, в каждом конфликте есть хорошая возможность укрепиться в вере. В каждом конфликте есть хорошая ситуация для того, чтобы научиться слушаться Бога, для того, чтобы научиться решать эту ситуацию, или этот конфликт никак решают люди в этом мире. В Писании есть много текстов, где говорится, и Христос приводит какие-то примеры и говорит, не так же ли делают язычники. Если вы добры только к тем, кто к вам добр, если приветствуете тех, кто только вас приветствует, если вы любите ту жену, которая только вас любит и никогда вам не перечит, если вы только такого мужа слушаете, которого грех не слушать, то что особенного делаете? И то же самое делают язычники. Как мы почитаем Бога, как мы показываем Его славу, красоту в том браке, который у нас есть, в тех конфликтах, которые у нас есть. Поэтому первое, мы ищем Божьи славы в тех ситуациях, которые в нашу жизнь приходят. Второе, и это извлеки собственное бревно из глаза. Давайте посмотрим на картиночку. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, в глазе жены своей, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я вынул сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза жены своей или мужа своего. Правда? Очень часто Бог допускает в нашу жизнь конфликт для того, чтобы там бревна не скапливались. Он дает какую-то соринку, то есть какая-то проблема небольшая, для того, чтобы через эту соринку мы могли обратить внимание на наше бревно. И поэтому первая реакция, правильная реакция на обстоятельства, которые нас возмущают, должно быть следующее. Господи, а для меня-то эта ситуация послана тобой для чего? Чему ты меня хочешь научить? Несомненно, здесь речь не идет о таком буквальном бревне. Никто из нас такое бревно не носит. Но что может стать этим бревном? Этим бревном может стать пренебрежение по отношению к мужу или к жене, когда мы долгое время с ней не видимся и не общаемся. Нам все некогда, мы все бежим, у нас куча дел, у нас забота, у нас работа, у нас служение, у нас посещение, у нас все, что угодно. Мне очень нравится пример, который Алексей Васильевич Смирнов как-то привел. Он говорит, воскресенье, служение заканчивается. И вот ко мне как-то зачастил один человек, у которого явно какие-то были проблемы с психикой. И он мне по два, по три часа моего занимал, просто чтобы ответить на его разные самые странные вопросы. Но я же пастор, как я могу отказать? Любому человеку я говорил да. И поэтому каждый раз после служения моя семья по два, по три, а то и по четыре часа просто сидела и ждала, когда я закончу разговор с этим психически не совсем уравновешенным и нормальным человеком. И вот как-то очередной раз после такой беседы, когда моя семья уставшая ехала вместе со мной в машине, вдруг мой сын обращается ко мне и говорит, пап, слушай, ты столько время тратишь на всяких идиотов и совсем забыл про нас. И вот мы иногда столько время тратим вообще непонятно на что, когда у нас есть те люди, которые реально для нас являются нашей паствой, являются теми, кого Бог призвал нас спасти. Поверьте, если мы будем плохими пасторами, ну для нашей церкви найдется еще один пастор, ну пройдет время, нас уволят. Это, конечно, грустно, не хотелось бы, но это не трагедия. Мы можем сесть просто в ряды, сидеть и славить Бога, сидя на стуле или на скамейке, даже если она самая последняя в церкви. Но для наших детей мы не найдем больше отцов. И для нашей жены больше не будет другого мужа. Их никто не заменит. Поэтому всякий раз, когда тот или иной конфликт приходит в нашу жизнь, самое время задать вопрос, а что этот конфликт говорит мне о моем сердце? Может быть, речь идет о пренебрежении? Может, речь идет о безответственности? Может, речь идет о лжи? Может быть, речь идет о гордости? Мое «я» или еще что-то было задето, и я вместо того, чтобы упокаяться, я пытаюсь отстоять свое право быть правым. Я пытаюсь доказать, что на самом деле я тут не согрешил. На самом деле вина вся в тебе. И за этими попытками мы упускаем важную возможность увидеть бревно в нашем глазу, чтобы просто принести в молитве наше сердце, чтобы Бог исследовал его, попросить прощения в том, в чем мы виновны. Третье. Помимо того, что, то есть, как наступает миротворчество, или как мы можем примириться, первое, ищите Божьей славы, второе, извлеките собственное бревно из глаза, третье, иди и примирись. Иди и примирись. Давайте дадим определение, что же такое прощение. Прощение является ключевым элементом примирения. Прощение – это наше обязательство освободить обидчика от причиненной нам обиды и готовность восстановить с ним отношения в случае, если он покается. На два момента хочу обратить внимание, что такое прощение. То есть, когда мы идем на примирение, когда идет конфликт, и мы понимаем, что мы уже вляпались, нам нужно разрешать конфликт. Как мы разрешаем конфликты? Прежде всего, мы должны настроить свое сердце на прощение, то есть на разрешение ситуации. В чем прощение? Это первое. Мы освобождаем свое сердце от обиды, от эмоциональной реакции на то горе или на то зло, которое обидчик нам причинил. И дальше мы готовы восстановить с ним отношения в случае, если он покается. И я сейчас беру ту ситуацию, когда тот человек, который нас обидел, он по-настоящему виновен. В послании Фейсина написано, «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Смотрите, это призыв, который обращен к каждому из нас. И здесь говорится, чтобы мы прощали друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Помните, когда Христос висел на кресте Голговском, то Он молился Отцу и говорил, «Отче, прости их, ибо не знают, что творят». Как вы думаете, Бог простил людей? Бог ответил на эту молитву? Да или нет? Вот как-то ответить сложно, да? Конечно, простил, я думаю, простил. В чем нужно было простить их? Я уверен, что гнев Божий горел на этих несчастных грешников, которые распинали Сына Божьего, которые глумились, хулили Его, которые бичевали Его, смеялись над Ним, оскорбляли Его. Наверняка гнев Отца горел на них. И тут вопль Сына к Отцу Господи, «Прости, не вмини им греха сего». Бог отказался мстить людям за их грех. Бог не проявил свой гнев по отношению к ним, хотя они заслуживали самого сурового Божьего гнева, потому что то, что они делали, они делали ужасное. Самое ужасное, что мог сделать человек, это убить или распять Сына Божьего Иисуса Христа. Но Божий гнев на них не пал, не горел. Но значит ли это, что теперь они все попадут в рай? Он же их простил? Но нет, конечно. Помните, когда в День Пятидесятницы Петр проповедовал, и люди, которые слушали эту проповедь, там написано, что они там умилялись на самом деле, их сердце разрывалось от боли, и они говорили, мужи, братья, что нам сделать, чтобы спастись? Говорят, покайтесь. То есть прощение как избавление от гнева, от эмоциональной реакции, это одна часть вопроса. А прощение как восстановление отношений, это другая часть вопроса. И мы иногда эти две части путаем. Мы иногда думаем, что раз я простил, то значит все, на этом отношения должны абсолютно быть восстановлены. Если Писание говорит, что прощай людям, когда стоишь на молитве, прощай. Если ты не простишь, то и Бог не простит. Это автоматически означает, что мы, что бы нам ни делали, мы должны просто как бы, как с гуся вода, идти и лапзаться, и обниматься, и говорить, да все нормально, да не переживай ты. Ну и что? Ну и сжег ты мою дверь. Ну и какая проблема? Я новую куплю, да, закажу. Ну какая проблема? Нет, конечно. Но первое, с чего мы должны начать, это на уровне чувств, на уровне эмоций. Отказаться от гневливой реакции на грех другого человека. И когда стоите в молитве прощать, если что имеете на кого, если наше сердце неспокойно, если там гнев, обида, простите. И мы должны, по большому счету, выработать в себе такую привычку, чтобы эмоционально простить любого человека, который согрешает против нас, или быть способным простить любого человека. Это значит отказаться мстить. Это значит отказаться от вот этого гневливой тирады, когда мы кричим, когда мы каким-то образом человеку показываем, насколько же ты меня задел за самое живое. Потому что это суть христианина. Христианин – это тот, который способен прощать. Почему? Потому что Бог просил нам намного больше. Поэтому мы не должны держать обиду, и не должны держать зла, но должны весь суд предавать Богу. Написано в 1 Петра 2 глава. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному». Вот что делал Христос. Он говорит, вы должны идти по Его следам, таким же образом поступать. Не мстить за себя эмоционально, не выражать свою ненависть к тому поступку или к тому действию или к тому человеку, который совершил то или иное действие. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это с прощения в нашем сердце. И второе, мы должны быть готовы восстановить отношения с обидчиком, если он попросит прощения. Если произойдет вот этот разговор, когда человек способен будет признать свою вину, ошибку и попросить прощения. Я уже говорил вам о том, что иногда некоторые конфликты мы заканчиваем просто рукой, машем, говорят, да ладно, да ладно, все, проехали, ничего страшного. И иногда это срабатывает, но мы помните, говорили, что если мы так поступаем, то мы лишаем себя возможности укрепить наши отношения. Мы лишаем себя возможности, чтобы Бог поработал над нашим сердцем и над сердцем того человека, который нас обидел. Конечно, я понимаю, что бывают люди неверующие, невозрожден, незнающие Бога, которые нас обижают. И здесь наша реакция может быть совсем другой. Но мы говорим в контексте семьи. В семье, я надеюсь, у нас мужья, жены, Бог благословил и дал нам верующих, христиан. Если нет, помоги вам Господь, дорогие братья, или если такие есть тут сестры, чтобы вторая ваша половина пришла ко Христу. Но мы сейчас говорим в контексте именно христианских взаимоотношений. Поэтому, каким образом нам необходимо восстановить отношения с обидчиком, если он нас обидел? Первое, я сейчас это делаю в виде такого вопрос-ответ, вопрос-ответ. Вопрос, кто должен первым делать шаг к примирению? Ответьте на вопрос, кто должен сделать первый шаг к примирению? Я. Правильный ответ я. Сильный, слабый. Ну да, конечно, этот человек должен обладать определенной силой, но знаете, иногда мы себя жалеем, поэтому говорим, я не настолько сильен, я не способен этого делать. Написано, если же согрешит против тебя брат твой, что нужно сделать? Пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушай тебя, то приобрел ты брата твоего. Пойди и обличи его. Не промолчи, не сделай вид, что да ладно, все нормально, проехали. Не просто отвернись от него и никогда больше с ним не разговаривай. Пусть знает, как обижать меня. Иди и обличи его. Следующий вопрос. А если та сторона не желает примирения? Написано, обиженный брат, как неприступные города или неприступная крепость. А если та сторона не желает примирения? Я посвящу себя вопросу примирения. То есть, я не просто попытался, а он даже дверь не открыл, я позвонил, он телефон сбросил, ну все, я сделал все, что мог. Нет, я посвящу себя вопросу примирения. Я постараюсь сделать все от меня зависящее для того, чтобы примириться с человеком. Написано, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Это означает, что мы ищем эти возможности. Это означает, что мы испытали разные способы, методы и понимаем, все, возможности исчерпаны. Все, что мы могли придумать или все, что Бог дал нам, какую мудрость, мы сделали, совершили, не сработало. И мы говорим, если в Господе, ну уже все, возможностей других нет. Поэтому, если та сторона не желает примирения, ищите возможности. Молитесь, просите у Бога мудрости, сил, просите расположение сердца того человека. Ищите такие возможности. Следующий вопрос. Что делать, если в сердце остается обида? То есть, если ты пообщался, тот человек попросил прощения, а все равно обидно. Вот обида остается. Что делать? Откажись от горечи в сердце через молитву. Это первое, что нужно сделать. Обида или вот эта горечь, это искушение, это наши чувства, это наши эмоции, за которыми нам не нужно следовать. В послании к Римлянам написано, итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делай это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Ну, не в том смысле, я тебе сейчас такое устрою, что уголья на голове будут. Нет. Это значит, такая метафора, говорящая, что этим самым ты его заставишь краснеть за его поступка или ему будет неудобно. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Единственная сила, которая способна победить зло, это добро, ничто другое. И поэтому для христиан есть единственный путь побеждать зло добром. Поэтому, для того, чтобы преодолеть горечь или обиду, которая есть в сердце, нужно отказаться сознательно принять решение, принять или сделать внутреннее усилие перестать плохо думать об этом человеке, перестать собирать о нем какую-то плохую информацию. Так бывает, когда мы на кого-то обижены, и вдруг в нашем присутствии о нем кто-то говорит плохое, а нам приятно, правда? Так тепло. Я же говорил. Мы можем ничего не говорить. Но внутри испытывать удовольствие от того, что я прав, что я обижаюсь на нем, и он не достоин моего прощения, потому что я плохой человек. И об этом знаю не только я, об этом все теперь знают. Откажись от горечи в сердце через молитву. В Писании написано о том, что когда стоите на молитве, прощайте, если кто на кого имеет обиду. Это вот этот момент, когда стоя на молитве мы можем сказать, Господи, мне тяжело, этот человек принес мне обиду, но помоги мне ради Христа простить его. И еще важный момент, который тоже помогает, это просто начни служить этому человеку, сделай ему что-то хорошее. У меня есть друг один, которого сильно подставил его партнер по бизнесу, причем подставил и сделал его крайним. Оба верующих, оба члена церкви, и там такая непримиримость. И вот он мне говорит, слушай, говорит, я смотреть на него не могу. Они работают в одном месте, если я подъезжаю, его машина стоит на парковке, я паркуюсь в другом месте, лишь бы только не пересечься нигде. И говорит, я понимаю, что это неправильно, но что мне сделать? Как мне выйти из этой ситуации? Я ему говорю, начни за него молиться и проси Бога, чтобы была такая возможность, когда ты бы мог ему послужить. Он говорит, я не знаю, смогу ли я это. Ты сейчас пытаешься руководиться своими чувствами, мои чувства, они выше того, что говорит Писание. Поэтому ты пытаешься себя как-то защитить своими чувствами. Через некоторое время он мне говорит, знаешь, что произошло? Я начал молиться об этом, хотя особо не верил, что это возможно. И вот однажды, говорит, я приезжаю в налоговую и смотрю, он сидит. И говорит, у меня было два варианта. Либо проходя мимо него, поздороваться, либо просто пойти другим путем, через другой коридор, и почти с ним не пересечься. И я уже, говорит, почти сделал шаг в сторону того коридора, чтобы просто обойти его стороной, и чтобы он меня мог не заметить. Или я его как будто не заметил, а потом вспомнил, что я же молился, чтобы у дал возможность. И я, говорит, пошел к нему и поздоровался. С ним просто протянул руку, говорю, привет, брат. И он, говорит, так удивился. О, точно, привет. И ты говоришь, знаешь, как будто бы камень с души упал. Вот что-то такое произошло, как камень с души упал. Ничего особенного, Он просто поздоровался. Первый протянул руку. Служи тому, кто тебя обидел. Сделай этому человеку что-то хорошее. Ты увидишь, как изменится ситуация. Что сделать, если обидчик попросил прощения? Если все-таки обидчик попросил прощения. Он сказал, прости, брат или сестра, я был неправ. Муж дорогой, жена дорогая, прости, я был неправ. Что сделать? Казалось бы, слава Богу, все хорошо. Но здесь тоже не всегда все бывает хорошо. Нам нужно принять решение о чем? Первое, я не буду держать твоего греха в сердце. Знаете, как бывает? Простил, но при случае припомню, правда? Дальше, я не буду использовать твой грех против тебя. Я никогда не буду помыкать тебя этим грехом. Я никогда не стану намекать тебе на то, что ты помнишь, как я тебя простил? И что ты теперь мне скажешь? Никогда. Дальше. Я не буду говорить с другими о твоем грехе. Дальше. Я не позволю прощенному греху стоять между нами. Ничто не должно омрачать наши отношения. Если я сказал, что я тебя прощаю, если человек искренне попросил прощения, на этом все. Этот грех заброшен за хребет. Так Бог с нашими грехами поступил. Этот грех прощен, очищен, как будто бы этого никогда не было. Итак, миротворчество. Миротворчество состоит из таких пунктов. Ищите Божьей славы, извлеките из собственного глаза бревно, идите и примиритесь, сделайте определенные шаги. Последнее. Исправляйте в духе кротости. Что делать, если обидчик не просит прощения? Человек обидел тебя и не попросил прощения. И ты как бы не пытался, он не просит прощения. Несколько пунктов. Это почти экспресс будет, но тем не менее. Первое. Откажитесь опять же от горечи и обиды. Не добавляйте эмоции в эти отношения. Во-вторых. Молитесь об обидчике, не даст ли Бог ему покаяния. Искренне от сердца молитесь об этом. Третье. Будьте милосердны и терпеливы. Не спешите включать церковную дисциплину. Не спешите осуждать этого человека. Просто молитесь и ждите, когда Бог будет действовать. Дальше. Ищите возможность восстановить отношения. Следующее. Обличитесь любовью человека в его грехе. При возможности, при встрече, если человек не просит прощения, ищите возможности поговорить с ним и рассказать, объяснить ему с любовью, насколько это возможно, что то, что он сделал, это было сделано неправильно. Причем, говоря об этом, показываете, если это так должно быть, на самом деле, не то, что, как плохо ты поступил против меня. Нет, несомненно, этот человек принес нам вред. Но прежде всего он совершил грех против Бога. Прежде всего, его душа, она через эту ситуацию разрушалась. И поэтому восстановление отношений, поэтому прощение, оно так ценно и так важно, чтобы восстановить отношения друг с другом и, значит, восстановить в том числе отношения с Богом. Дальше. Попросите, если это все не работает, то есть мы сейчас по нарастающей, что делаем дальше? Дальше. Попросите духовно зрелого человека помочь тебе. Если ничего не работает, попросите еще кого-то. Пойдем поговорим. У этого человека по отношению ко мне обида. У нас серьезные проблемы. Найдите хорошего духовно зрелого человека. Желательно, чтобы он был в хороших отношениях с тем, кто вас обидел. И попросите его, пойди поговори с ним. Дальше. Попроси церковь помочь тебе. Возможно, нужна помощь всей церкви. Может быть, необходимо об этом конфликте, об этой проблеме рассказать всей церкви, просить церкви, чтобы она молилась. И если ситуация не разрешается, то дальше уже на решение церкви должно быть эта ситуация отдана. Дадите мне еще три минуты. Можно, да? У нас такое тоже экспрессом, но тем не менее я должен это проговорить. Как самому просить прощения? Вот если ты согрешил, это самое сложное, да? Как самому-то просить прощения, чтобы это было правильно? Во-первых, поговорите с каждым человеком, вовлеченным в конфликт. Если этот конфликт был при детях, если вы поругались при детях, то мириться вы можете один на один, но потом при детях сказать, дорогие дети, простите нас, что вы были свидетелями нашего конфликта. Мы не должны были так поступать. Я, как отец, прошу, дети, простите меня, я был не сдержан, я должен быть более мудрым человеком, и так далее. То есть попросите прощения при тех, при ком этот конфликт состоялся. Дальше. Избегайте таких слов в момент, когда вы примиряетесь. Как? Если, но, может быть. То есть возьмите всю полноту ответственности за совершенный грех или за конфликт на себя. Потому что, если вы начнете говорить таким образом, нет, конечно же, я на тебя накричал, но если бы ты помолчала, это говорит о том, что ты так и не понял, в чем проблема. Я, конечно, попрощу прощения у тебя, но, никаких но, никаких может быть, вполне возможно. И знаете, иногда, братья и сестры, простите, если я кого-то в чем-то обидел. Это лукавство. Точно обидел. Вот точно обидел. Если ты кого-то в чем-то обидел, помолись, Бог покажет, откроет, иди проси личного человека прощения. Третье. Признавайтесь в конкретных проступках. То есть не просто в целях, в целом, прости, я был неправ. Да, неправ. В чем ты был неправ? Прости, что я тебя обманул. Прости за то, что я проявил гордость, и я тебя тем самым пытался унизить и поставить тебя на место. Прости, я был виноват. Прости, я был плохим духовным примером, я был плохим духовным лидером. Я не вел тебя ко Христу. Прости меня. Называйте те вопросы или те вещи, в которых вы виноваты, напрямую. Дальше. Признавайте причиненную боль. Это правильно сказать, я знаю, что это тебя огорчило. Тем самым ты показываешь, что тебе не все равно, что чувствовал этот человек. Примите на себя ответственность за последствия. Если это чего-то стоило, если это принесло какой-то вред, если это связано с чем-то, что ты должен восполнить потерю, это нужно сделать. Примите на себя ответственность за последствия. Дальше. Я знаю однажды в одной семье, когда муж с женой конфликтуют, они живут на девятом этаже, муж хватает первую попавшуюся под руку телефон и выбрасывает форточку. Это такая форма катарсиса, выброса эмоций, энергии. Они друг на друга кричат, и в этот момент он говорит, да короче, хватает телефон и форточку выбрасывает. Иногда свой, иногда жены. примите на себя ответственность за последствия. Возьми жене, купи хороший телефон. Получше. Может на цепь металлическую посади как-нибудь. В общем, что-то сделай. Дальше. Поменяй свое поведение. То есть не просто попроси прощения, а реально поменяйся. Дальше. Попроси прощения, но не настаивая на быстром восстановлении отношений. Иногда мужья или жены слушай, прости меня. Хорошо, я тебя прощаю. Ну все, все хорошо, все классно. Отпустишь меня с мужиками в бане попариться. Подожди, мы только что с тобой поговорили о важной серьезности. У нас три часа было разговора. И все это затевалось, чтобы я тебя в баню отпустила? Подумает жена. То есть попроси прощения, но не настаивая на быстром восстановлении отношений, что будет все как раньше. Чем более глубокий конфликт, тем может быть надо больше дать время, чтобы человек мог справиться своими эмоциями, чтобы человек мог правильно отреагировать на твое прощение. Картиночку хочу показать. Ну вот, пожалуй, и на этом все. Знаете, о чем эта картинка? Вот человек, который вытаскивает второго человека, это, как я слышал, это пастор родной церкви. он совершал служение, может быть, я там некоторые моменты добавлю, но тем не менее, возможно, он вопреки закону Яровой стоял на площади и проповедовал Евангелие. Тут мимо проходил полицейский. Увидев, что этот человек занимается чем-то неположенным, он решил его арестовать, и пастор просто решил сбежать. Вот он бежит, а полицейский бежит за ним. Он бежит, а этот бежит за ним. И пробегая одну местность, где была речка, полицейский вдруг проваливается. Казалось бы, ну вот Бог и наказал его. Это было в Голландии. Этот пастор развернулся, пошел, спас полицейского. Тот его благополучно заковал в наручники и отвел в полицейский участок. Делайте добро, просите прощения, даже если это вам будет чего-то стоить. Почему? Потому что так поступил Христос. Он простил нас, но это стоило ему жизни. Пусть мы в этом вопросе будем на него и похожи. Аминь. Простите, не осталось время на вопрос-ответы, но может быть в частном порядке. Хорошо. Давайте помолимся. Дорогой Господь нашим Богу, благодарим Тебя и славим за то, что Ты во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям их преступлений. Поэтому всякий человек, который приходит ко Христу с верой, с покаянием, получает прощение грехов. Божий, как много Ты простил нам наших грехов. Каждый день приходим к Тебе в молитве и покаянии. Каждый день просим у Тебя прощения. И Ты, Бог, богатый милости, прощаешь нам наши грехи и преступления и не вспоминаешь их больше. И мы просим, Господь, помоги, чтобы наша жизнь и наше сердце, оно подражало Тебе, чтобы мы были людьми прощающими, чтобы мы были людьми, которые способны к милосердию, которые способны к состраданию. Научи, Господь, нас не превозноситься над нашими ближними, над нашими женами, мужьями. Научи нас, Господь, в поклонении Тебе проявлять любовь по отношению к ним. Научи нас любви к Тебе, потому что, если мы будем любить Тебя, то мы не сможем не любить наших ближних. И, Господи, в этой любви помоги пребывать. Да прославится Твое Святое Имя нашего Бога. Аминь. Благословение.